Энергономика Важная часть трубопроводных поставок из России в Европу через Украину В Европе на бирже газ подорожал за неделю почти на 17%, хотя Газпром продолжает прокачку Европейский газовый рынок, скорее всего, переживет зиму без украинского транзита Но, наверное, сейчас это не главное Главная задача полностью отсечь Европу от российских поставок На самом деле, действительно, здесь есть в этой истории с Курской областью энергетическое измерение Хотя я не считаю его основным Хотя, на самом деле, как человеку, который занимается энергетикой, политэнергетикой Мне, с одной стороны, всегда приятно, когда люди уже привыкли в любом событии видеть какую-то энергетическую подоплёку Скажем, в Боливии переворот — это литий Или вот в Сербии политический кризис — тоже литий Ну, или там заварушка на Ближнем Востоке — это нефть Вот я помню, когда... Венесуэла — это нефть Венесуэла — это нефть Вот когда начинались 7 октября события палестино-израильские Тоже, я помню, кто-то запустил байку Мы, по-моему, даже с вами в эфире обсуждали Что там якобы самое крупное в мире месторождение найдено там на шельфе То есть, с одной стороны, мне приятно это Но, с другой стороны, у нас же с вами как раз передача честная Поэтому мы стараемся объективно посмотреть на эти сюжеты Поэтому всё-таки я бы сразу сказал, что, естественно, в моём понимании Газоизмерительная станция в Судже не являлась основной целью Но как часть каких-то задач То есть, понятно, что были и другие задачи И психологического воздействия на нас с вами И там отчёт перед Соединёнными Штатами О том, как использовать их помощь и так далее Но вот в рамках этих задач Всё-таки, я думаю, что этот элемент присутствовал Не основным, но он был И действительно, вот все обратили внимание Что в как раз населённом пункте Суджа Находится газоизмерительная станция И там, собственно, российский газ как раз заходит через Украину И я думаю, что, на самом деле, это действительно важный момент Что Украина напоминает Даже не нам, на самом деле А, скорее всего, тем же Соединённым Штатам Что она по-прежнему может быть использована Действительно, как инструмент окончательного отсечения России От европейского газового рынка Вот смотрите, первый момент Буквально за несколько недель до этих событий Украина устраивает нефтяной транзитный кризис Причём очень, на самом деле Ну, похожий сценарий В каком смысле? Она не останавливает транзит нефти То есть она идёт на такой очень странный ход Она объявляет санкции против компании «Лукойл» При том, что «Лукойл» — это частная компания А, скажем, компания «Роснефть», которая почти наполовину государства Она может продолжать транзит То есть логики вроде бы никакой Но с точки зрения наказания российского государства Но все стоят на ушах Венгрия стоит на ушах И это не только момент Наказания Венгрии и Словакии За их политическую позицию Тогда как раз Орбан предпринял свои миротворческие усилия Но, опять же, Украина Выкладывает эту опцию на стол Имейте в виду Мы можем быть использованы для того Чтобы российские углеводороды Окончательно убрать с европейского рынка Через несколько недель Вот эта история с газом Украина совершенно четко эту опцию обозначает Почему обозначает? Ну, на самом деле, мы же прекрасно понимаем Что если у Украины возникнет желание Действительно перекрыть транзит Она это может сделать в любой момент На своей территории просто что-то с собой сделать Конечно, ведь не забудем, что дальше-то То есть вот эта газоизмерительная станция Что это вообще за объект? Ну, я напомню, что Это как раз вот Эта труба, которая заходит С Курской области на территорию Украины Эта часть вот той самой легендарной системы Газопроводов Уренгой, Помар и Ужгород Которая тогда, естественно, строилась в единой стране Это не как бы необходимый для прокачки Газоинфраструктурный объект Это не газоперекачивающий агрегат Не компрессорная станция Не труба, наконец В чем суть этой станции? Она как бы фиксирует объемы газа Которые пересекли границу Для чего это нужно? Очень просто Газпром передает нафтогазу определенные объемы Для услуг транзита И, соответственно, Газпром и нафтогаз фиксируют Сколько газа Газпром передает нафтогазу И сколько нафтогаз принимает Там сидят специалисты Газпрома Специалисты нафтогаза Они подписывают бумаги То есть фиксируют Нафтогаз признает Да, смотрит на счетчик Да, мы взяли такой-то объем С той стороны границы Как раз у Ренгой-Памары-Ужгорода То есть где, соответственно, труба Пересекает Украина-Словацкую границу Находится пункт приема газа Велки-Капушаны Где тоже стоит счетчик Там тоже сидят представители Газпрома Нафтогаза И, соответственно, там Газпром Назад берет этот газ По приборам фиксирует И уже передает Европейским компаниям Ну, либо продает им Либо для транзита Дальше там, да Через Словакию В Австрию Например Или в Италию дальше Что и происходит, кстати Потому что Вот сейчас через Украину Четыре страны в основном Получают газ Это Венгрия, Словакия Австрия И немного Италии Соответственно, это просто Пункт учета Но к этому пункту учета Как раз сознательно Привлекли внимание И показали Что действительно Транзит может Окончательно прекратиться То есть Еще раз подчеркну Украина В любой момент Может перекрыть Дальше труба идет Уже там Более тысячи километров По территории Украины Можно это сделать там Причем Можно даже на Россию Это свалить В принципе Да, ну Подорвут трубу Скажут Это российская ракета Там Или российский снаряд Это элементарно Сделать Более того Значит Вспомним Ситуацию Мая 22-го года У нас же еще Есть труба Через территорию Украины Сохрановка Сохрановка Да, ГИС Сохрановка Это Ростовская область Она заходит В Луганскую область Там тоже Кстати Интересная Интересная история Связана с тем Что в мае 22-го года Украина остановила Транзит Через Ростовскую область Но оставила Через Курскую И многие Кстати думают Что Украина Остановила Потому что Военные действия На самом деле Официально Не поэтому Потому что Военные действия Они и с той стороны Тоже там В принципе Можно сказать Что форс-мажор Украина Не объявляла Форс-мажор По военным действиям Она заявила О чем О том Что То есть Идея-то Ее была Политическая В чем В том Что Через Ростовскую область Россия Поставляла Газ В Луганскую область И Украина Не признавая Луганскую область Российской Федерации Заявила Что Как бы Там Остается Часть газа И она Как бы Не понимает Где он оказался И на основании Этого Она заявила О том Что газ Пропадает И она Прекращает Транзит Потому что Куда-то Вот он Там девается Это кстати Тоже предмет Для отдельного Разбирательства Между Газпромом И Нафтогазом Но тем не менее То есть В мае 22 года Украина взяла Просто и прекратила Часть транзита Он чуть меньше был Но тем не менее Там тоже Объемы Более 30 миллионов Кубов Шли Соответственно У нас вот сейчас Обычные периоды У нас через Сунжу Поставляли мы Где-то 42-43 Миллиона Кубометров Сейчас еще К цифрам Вернемся С точки зрения Значения Для европейского рынка Это тоже Важный момент Вот Итак Мы Еще раз говорю Украина Не прекращает Транзит Тем не менее Обозначает Эту опцию Мне кажется Это очень интересно С точки зрения Опять же Диалога Украины И Соединенных Штатов Вот Мы часто Обсуждаем Выборы В Соединенных Штатах В том числе И мы с вами В энергетическом Контексте Там тоже Очень много Контекстов Там Политологи Пытаются Объяснить Чем Демократическая Администрация Может отличаться От республиканской Но на самом деле Мы понимаем Что и демократическая Администрация И республиканская Администрация Исходят из того Что Соединенные Штаты Должны в мире Доминировать То есть Вот это Очевидно Что здесь Консенсус есть Поэтому Что демократы Что республиканцы В энергетическом Аспекте Считают Что американские Углеводороды Должны доминировать На рынке Даже демократы Несмотря на то Что демократы Считаются сторонниками Зеленой энергии Мы знаем Там вот этот Знаменитый Акт Трампа ИРА Который в том числе Касается поддержки Зеленых технологий Посмотрите Статистику Я все время говорю Посмотрите статистику Добычи нефти При зеленом Обаме Никогда За последние Десяти в США Так не росла Добыча нефти Как при нем А его почему-то Считают Типа зеленым Президентом В энергетическом смысле То есть В этом плане Очевидно Что и те И другие Являются сторонником Агрессивного Продвижения Интересов Американских Энергетических Компаний На глобальном рынке Но может быть В случае с Трампом Это выглядит Более рельефно И более выпукло То есть Трамп Он действительно Агрессивный сторонник Углеводородов Он считает Зеленую энергетику Ерундой Но еще раз повторяю Это вовсе не означает Что при демократах Добыча нефти Останавливается Совершенно нет И в этом плане Трамп как прямой человек Сказал все это прямо Это правда Вот именно что Это верно Ну и соответственно Он не готов давать Субсидии зеленым А демократы готовы Еще и это Говорят И пусть все эти Получат деньги Но Мы знаем Что у Зеленского С Трампом Там пока не складывается И вот тут На самом деле Зеленский Мне кажется Как бы предлагает Ну и демократам И особенно Республиканцу Трампу Он говорит Примерно следующее Дорогой друг Дональд Я могу быть тебе нужен Ты же хочешь убрать Россию с европейского Газового рынка А тут очевидно Совершенно Еще раз говорю У нас могут быть Какие там иллюзии На тему Какова будет политика Трампа Политическая В отношении России Но с точки зрения Углеводородов Иллюзий быть Не должно Трамп Будет продолжать Играть на то Чтобы российские Углеводороды С мирового рынка Убрать То есть Это совершенно точно И Зеленский Ему эту опцию Предлагает Я нужен тебе Если ты хочешь Окончательно Убрать российский Газ С европейского рынка Обратись ко мне Не забывай меня Не говори Что ты там Зеленский Какое-то там Наследие Демократов Которые все Развалили Мы можем Быть друг другу Полезны Я думаю Что Еще раз повторяю Это не основная Конечно Аргументация Вот С точки зрения Мотивировки Этого Террористического Действия В Курской области Но Но в качестве Такого значимого Момента Это Действительно Нужно иметь ввиду Опять же Мы помним Что в конце года Завершается Договор Транзитный И Украина Постоянно об этом Говорит Там в разных аспектах Мы не готовы Или там Мы российский газ Не готовы Азербайджанский Готовы И так далее Это тоже Напоминание О себе То есть Как бы Они кстати Привыкли К тому Что Я помню Прекрасно Как развивались Ситуации Там в 19-м году Да в 9-м году То есть В этом плане Украина Давно уже Является Действительно Такой Миной Которая Заложена Под транзит Наших углеводородов Который Более полувека В западную Европу Идет История 9-го года 19-го года И Украине Уже нравилось Как вокруг нее Все пляшут Скачут Уговаривают Предлагают Что-то Она не соглашается И опять Собственно Здесь Газовая история Опять оказалась Что называется На Столе Для европейцев Это тоже Как бы Серьезный вопрос Мы Неонократно Обсуждали Эту ситуацию Я имею ввиду С точки зрения Того Как европейцы Замещают Российский Газ Но На самом деле Да Были предприняты Серьезные усилия Выросла Закупка СПГ Там Норвежский Газ Еще там Дополнительный Объем Изыскали Но все равно Несмотря на Эти Сверхтитанические Усилия Европа Потеряла 20% Внутреннего Потребления Это много Опять же Да Конечно На коммунальный Сектор Ей всегда хватит Но Много раз Указывали На те индустрии Которые пошли Под нож Действительно Ситуация Очень Драматична И вот Теперь Когда уже Как бы Изыскали Все что Можно И все равно 20% Не нашли Тут еще Возникает Украина Которая Говорит А мы еще Отгрызем Сколько Отгрызем На самом деле У нас Тоже Интересно Что Брюссель Своим Энергоемким Отраслям Он же Изначально Что говорил В 20-м году Ребята Потерпите Немножко Мы потом Будем возвращать Газ Потом Уже возникла Как бы Идея А зачем Нам этот Газ А может И не нужны Нам эти Все отрасли Ну и Хорошо Что его Нет Но Те Отрасли Так Заволновались Ну как Подождите Они Говорили Подождите Мы сейчас Как бы Сожмем Потребление А потом А что Потом А потом Придет Новая волна Американского СПГ И так Далее Но пока Она Соответственно Должна прийти Это еще 26-й год Скорее всего До 26-го года Надо как-то Доживать И тут возникает Украина Говорит А я вот Сейчас возьму И перекрою Значит Транзит Какой сейчас Объем Приходится Европейского Импорта На Украину Вот Россия Сейчас занимает Чуть более 10% Европейского Импорта Даже несмотря На вот Все эти сокращения Кстати В 24-м году У нас Определенный Рост наблюдался То есть В этом плане Все-таки Там Поголодали Поголодали Как-то Смотрят Конфликт Затягивается Потихоньку Начали Наращивать Потребление Ну периодически Вы знаете Тоже попадает На радар Из западной Прессы Начинается Возмущение А почему Это вы Покупаете Значит Российский Газ Ну а он Кстати Не под Санкциями То есть В этом плане Юридически Ничего не нарушается Но вроде Политически Не комильфо Вот И тут Возникает Украина Которая У нас Получается Вот я Обещал К цифрам Вернулся У нас Соответственно Есть Турецкий Поток Как мы Знаем Через Турцию Одна нитка Для Турции Одна нитка Транзитом Дальше Идет В Европу И у нас Там примерно 50 на 50 Объемы То есть Турецкий поток Там 31 с половиной Миллиард Общая мощность Но это Двух ниток Одна нитка Соответственно Для Турецкой территории И там Где-то Поставки Тоже Идут 40 с небольшим Миллионов кубов И там И там Там есть Сейчас небольшой Задел мощности Но Украинские Объемы Туда не перекинуть Это Однозначно Вот у нас Где-то Получается В европейском Импорте 5 процентов То есть Там примерно 11 процентов Сейчас это Россия Ну и примерно Там 5 Получается Там Украина Чуть там Чуть больше 5 процентов Турция Вот получается Что В европейском Импорте Газа Наш газ Который идет Транзитом Через Украину Занимает примерно 5 процентов Текущего Импорта Так вроде бы Сказать Ну вроде Небольшая Как бы цифра Опять же Возвращаясь К тому Что мы сказали Она небольшая Понимаете Вот вы уже Все там По сусекам Все выскребли Уже колобка Испекли А у вас Его забирают И еще Давай 5 процентов Да кому Уже все Нет Все отдали Нет еще Вот тут еще Украина Значит И они Начинают волноваться Вот вы сказали Там цены Выросли Действительно Они там Начали расти Там Там Моментально Там 7 числа Вот я смотрел Специально Там Биржевые Хроники 4,8 Процента 8 числа Там 4,3 Процента Дальше Рост Продолжается Вы правда 18 процентов Сказали Я с начала Недели Посчитал Ну взял Чисто математические На 5 число Было Там Примерно 390 долларов За тысячу кубов На этой неделе Было 455 Ну примерно Даже нет Уже на утро 460 Преодолевает Так что Действительно На самом деле Это много Это много Это заметный рост При том что В общем то Сам транзит На самом деле Он не остановлен Был На утро пятницы По крайней мере Посмотрим Как собственно Ситуация Он чуть-чуть сократился Там да Было 43 Он там упал Ниже 40 Но тем не менее В общем то Сокращение Это Ну не такое Не такое И заметное То есть Только на самой Опции То есть Вот еще раз повторяю Подчеркиваю этот момент На самой опции О том что Украина может Перекрыть транзит Как бы Европейские хабы Европейские спотовые площадки Напряглись И цена сразу Хлоп И более чем На 15 процентов Выросла Это очень много То есть В этом плане Настолько Как бы Хрупкая Система Что Вот В Киеве чихнули В Брюсселе Уже насморк И на самом деле То же самое В Осло чихнули В Брюсселе насморк Потому что там Вот тоже сообщение О любой Каком-то техническом Там Технических неприятностях На любом Норвежском газовом объекте Сразу Вся Европа В ступоре Цены на хабах Взлетают Ну А вы сами создали А на самом деле Ведь Идея-то была в том Чтобы создать Конкурентный рынок Где профицит Газа у покупателя Где есть выбор Ля-ля-ля-ля-ля Значит Ну вот А собственно А в итоге Получается Что никакого Собственно Профицита нет Конкуренции Продавцов нет И европейцы И европейцы Сами Создали Эту ситуацию То есть Они Они сами Выкинули Нас практически Полностью С своего рынка А теперь Пожинают Эти плоды Причем Вот мы сказали И еще цифру Одну назову Значит Что Да В общем импорте Соответственно Транзит через Украину Чуть больше Пяти процентов Занимает Но это Средняя температура По больнице А есть страны Где он занимает Больше девяносто процентов Например Австрия Конечно Она сидит На российском газе То есть Эти пять процентов Для нее Это девяносто пять процентов И что она будет делать В этой ситуации При том Что Австрия Это тоже там Правительство Все время На компанию ОМВ Оказывает давление У них контракт До сорокового года Они говорят Давайте Скажите Газпрому Что не будет Этого контракта Что вы его аннулируете Что у нас сейчас Другие директивы До двадцать сосьмого года Надо вообще от них отказаться Хотя казалось бы Контракт Право Нет ничего не знаем Выкидывайте в корзину И вдруг бах А что сейчас-то делать Где взять этот газ Так же как в Венгрии Например Да Вот там Остроумные люди В Брюсселе Помните Когда этот кризис начинался Орбан Они же звонили в Брюсселе Спрашивали Что за ерунда Им что сказали Вы сами виноваты Вас же предупреждали Что с русскими Надо прекращать отношения У вас Варианты Да мы вам разрешили Транзит сохранить Через южную ветку Но мы вам говорили Что это до поры до времени Венгрии спрашивают А что нам делать У нас нет моря Ну вот есть Хорватия Я тоже таких экспертов Остроумных читал Что они вот должны были Там Европейских экспертов Что они должны были Подсуетиться Там В хорватском Там порте А мешали взять эту нефть А Венгрии спрашивали Вы в курсе Что хорваты Транзит Цену на транзит Подняли Практически в пять раз С момента этого начала Вот вам европейская Солидарность Вот вам европейская дружба И никто им ничего не сказал Никто им ничего не сказал Из Брюсселя Потому что на самом деле Это повод был Конечно для антимонопольного Расследования А вообще С чего вдруг Такое произошло То есть Венгрия объясняет Что мы не можем Просто экономически Этого сделать Не говорят Я даже технические объемы Не беру Там сейчас Загрузки порта Прокачки Даже это уберем Просто с точки зрения Элементарной экономики Вот Но у Австрии Такие же будут вопросы Вот что делать Австрии В этой ситуации Какой СПГ брать Где Куда бежать Вот Так что ситуация Действительно Достаточно Драматична Для отдельных Особенно членов Европейского Содружества Которое Вот в данной ситуации Содружеством Увы Для этих стран Не является Свежие цифры Но вернее Расчеты Агентства Рейтер Про нефть Еще с речью Венгерская МОЛ Получила в июле Российская нефть Юрлс На 17% Меньше своей Заявки Это следствие Действий Украинских Властей Которые Часть Транзита Нефти Заблокировала Редактор субтитров